Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я сейчас нахожусь на Елеонской горе, за мною лает собака и скоро сведет нас всех с ума. Сегодняшняя тема очень-очень важная. Я назвал ее «День, когда Бог разодрал свои одежды». Вы должны быть очень внимательны. Я воодушевлен тем, что могу поделиться с вами этим. Начнем, как всегда, со стиха, который мы прочитаем. Расскажу о двух особенных видах одежды. Откроем Исход, 28 главу, с 33 по 35 стихи. Здесь речь пойдет об одеждах первосвященника. Был только один первосвященник, было много левитов, священников, но только один первосвященник. Он должен был происходить из рода Аарона. Существует разное мнение о том, сколько было первосвященников, начиная со времен Моисея и до времен Христа. Кто-то говорит 86, кто-то 87, кто-то 88. Об этом сложно говорить, потому что нет точной генеалогии. Согласно гимну, в котором говорится об одеянии священника, одеяние должно быть украшено голубыми и пурпуровыми гранатами и золотыми колокольчиками. Они должны идти по кругу, гранат, колокольчик, гранат, колокольчик. Оно должно опоясывать Аарона во время его служения. И звон колокольчиков должен быть слышен. Это важно, когда заходит вы святая святых перед Господом. И они должны были звенеть, когда он выходил, чтобы он не погиб. Давайте остановимся на этом подробнее. У священника было два вида одеяний. Одно из них называлось «одежда для благолепия». Она состояла из восьми частей. И один раз в год, в День Всепрощения, священник одевал четыре льняные одежды. Это льняные штаны, льняной балахон, льняной пояс и льняной головной убор, который покрывал волосы. Это только часть одежд, потому что он не мог вспотеть и быть в присутствии Божьем. Вспотеть и смешать человеческий пот и кровь, которую он нес, который ему нужно было разбрызгивать 40, 42 или 43 раза. Очень интересно, что его одеяние состояло из восьми видов одежды. На его теле было три слоя одежды. На самой длинной одежде они сделали что-то похожее на гранат. А в Библии описывается, как это было сделано. Им надо было приделать к одеждам золотой колокольчик, и этот колокольчик должен был звенеть. Здесь представьте, святой из нитей гранат и золотой колокольчик, гранат и колокольчик, и так по кругу. Колокольчик нужен для того, чтобы при движении получался звук. И пока слышны колокольчики, все знали, что священник жив. Почему же он мог умереть? Потому что если он не подготовился к присутствию Божьему, если бы он вошел туда даже с небольшим беззаконием, Бог убил бы его, потому что в качестве первосвященника он несет ответственность. Давайте здесь остановимся и кое-что проясним. Были евреи, левиты и первосвященник. Евреи могли делать больше, чем левиты, например, развестись с женой и жениться вновь на любой женщине. Левиты могли жениться на ком-то только из своего колена. Первосвященник мог жениться только на определенной женщине. Она должна была быть еврейкой из священнического рода. А если его жена умирала, он мог жениться только на определенном человеке. Чем ближе ты с Богом, тем хуже твоя тропа. Есть два типа людей. Плотские люди, нейтральные и духовные. Это три типа, получается. Давайте вернемся к колокольчикам. Как я уже говорил, они нужны для того, чтобы звенеть, когда входишь в святое святых. Здесь недалеко есть место под названием институт храма. Там воссоздают убранство храма. Что интересно, когда я был там, мне показались серебряный поднос, а на нем красивая чаша. Ее можно взять и наполнить благовонием. Согласно еврейским традициям, использовалось 11 видов благовоний. И вот что интересно, у меня нет списка, но в Новом Завете существуют 11 видов молитв. Другими словами, каждый отдельный вид благовоний олицетворяет отдельную молитву. Вы и сами знаете все эти виды молитв. Любопытно, что на этой чаше было кольцо, и когда его коснулись мизинцем, оно зазвенело. «Дзинь-дзинь». Я подумал, зачем это нужно? Я спросил, зачем это делать? Мне ответили, что когда священник заходил в Божие присутствие с этой чашей, чтобы зажечь ее на алтаре, он звенел, прежде чем войти. Я спросил, для чего? Мне ответили, но вы же не идете к кому-то домой и просто сразу заходите. И, конечно, вы не можете зайти в Дом Божий просто так. Он сказал, вам нужно создать святой шум. Я сказал, что мне дали пищу для проповеди, потому что во многих церквях считают, что в присутствии Бога не нужно ничего говорить, потому что это неуважительно. Или считается, что молчать уважительно. И тогда я вспомнил, что четыре создания все время говорили «свят, свят, свят». И они говорили «свят, свят», «свят» с начала времен. И потом он сказал серафимам, чтобы они продолжали говорить «свят». Потом он сказал всем тем людям, пришедшим на небеса, есть стих в Библии в книге Откровения, где говорится, что все были с пальмовыми ветвями в руках и прославляли Бога. А потом сделалось безмолвие на небе на полчаса. Я понял, для чего нужно это безмолвие. Это для людей, которые не верят в поклонение Богу. Бог сказал «хорошо для всех, кто не верит в это, все замолчит. Будет 30 минут тишины, а потом будет как вечности, как в миллениуме. Поэтому лучше производить святой шум, прославлять Бога, потому что это то, что мы будем делать на небесах». Я ушел слишком далеко в своих рассуждениях. Колокольчики нужны для того, чтобы показать Богу, что ты приближаешься к Нему, и показать людям, что ты еще жив. Гранаты вышатые из трех ниток разных цветов. Считается, что у граната 613 семечек. Теперь давайте разберемся, почему так важно, что именно 613 семян. Когда еще существовал храм, на входе стояли две колонны, на вершине которых были два больших вырезанных граната. Гранат рассматривается как святой фрукт, потому что еврейские учителя заметили, что существует 613 законов, которым должны следовать евреи. Они закреплены в торе. Другими словами, гранат 613 семенами образно представляют 613 законов древних евреев. Давайте вернемся к священнику и его одеянию. Пожалуйста, повторите за мной одеяние. Итак, на его одеяние золотые колокольчики для того, чтобы издавать звук в присутствии Бога. И у него вышитые гранаты, которые представляют собой Божий закон или Божьи слова. Вот еще очень важная вещь, которую я хочу вам рассказать. Итак, у вас есть золотой колокольчик. Это звук, и гранат — это фрукт. Обратите внимание, Бог не расположил вначале все колокольчики, а потом все гранаты, или ряд колокольчиков, а потом ряд гранатов. Бог сказал расположить их по порядку. Колокольчик, потом гранат. Гранат, колокольчик, потом гранат. И вот почему. После того, как вы пошумели в церкви, вы пойдете по жизни со своими плодами. Вы получите плод Духа. Понимаете? Иисус сказал, вы узнаете их не по их крикам, или не по тому, какая у них большая церковь, или не по тому, что они красиво одеваются по воскресеньям. Иисус сказал, что его людей можно узнать потому, что они любят ближнего своего. Их можно узнать по плодам их. В послании к галатам мы можем увидеть, о каких плодах идет речь. Это плод Духа, это любовь, радость, мир, воздержание, кротость, долготерпение и другие дары. Вспомните, когда колено Израилевы поначалу не признали Аарона, тоже хотели иметь полномочия левитов. Они положили жезл начальников, колен в скинье. Оставили их там на ночь. А утром они увидели, что жезл Аарона расцвел, как миндальное дерево. Таким образом, Бог показал, что только левиты избраны служителями. Это было показано плодами, которые появились за ночь. Пожалуйста, запомните, вас узнают не потому, что у вас харизма, или вы отличный певец. Вас будут знать по любви к ближнему, потому что вы служите людям, заботитесь о бедных и нуждающихся. Это хорошее место, чтобы сказать «Аминь». Прямо здесь. Давайте поговорим о еще одном одеянии, о котором говорится в числах 15 главе, с 37 по 40 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы перед Богом вашим». Те из вас, кто бывал в Иерусалиме, видели мужчин в одеждах с чем-то похожим на тесемки, и там всегда есть голубая нить, это и есть кисти, это то, о чем Господь говорит в этом отрывке, и это напоминание закона Божьего и Слова Божьего. Вы наверняка знаете, что такое талит. Если вы окажетесь у стены плача, вы совершенно точно увидите мужчин, облаченных в талит, он покрывает голову, будто бы они молятся в кущах. О талите говорится в книге чисел. В древние времена была голубая нить, которая была вплетена в этот талит. В Массаде был найден древний талит, начали исследовать эту голубую нить, происхождение этой голубой краски так и не могли найти. В конце концов выяснили, что в Средиземноморье существует особый вид улиток, который определенное количество раз в год выделяет синий краситель. Такую улитку нашли, в ней просверлили дыру и установили, что она производит синий краситель. Этот краситель использовали для талитов, для синей нити. Синий цвет, конечно же, изображает небеса. Важно понять, что во времена Иисуса мужчины-иудеи обязательно надевали две вещи. Одна из них называется тфилин. Это похоже на коробочку, которую носят на голове, и в которой хранятся стихи Тора. Это изображает рода начальников. Вторую коробочку повязывают на левой руке, повернув к телу, напротив сердца. До сих пор можно увидеть у стены плача мужчин в таких одеяниях. Люди не понимают и не осознают, что Иисус Христос ходил в таких одеждах. Он носил талиты и тфилин, потому что он был учителем. Его называли равви. В Библии говорится о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением. Она сказала «Исцелюсь, если только коснусь одежды его». Она хотела коснуться подола его одеяния, потому что эта голубая нить была образом исцеления. Она это знала, поэтому она подошла сзади и коснулась талита. Сделав это, она получила силу Божию из его тела. Да, она это сделала. Она как бы перенесла силу Божию из его тела в свое, и тем самым исцелилась. Посмотрите в книге Малахии 4 главе 2 стихе «А для вас, благогореющих пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Там, где в нашем переводе использовано слово «лучи», в еврейском языке использовано слово «канаб», что означает «конец» или «граница». Он должен зайти с исцелением в своих границах. Итак, подумайте об этом. Это не меняет Библию, это меняет ваше восприятие Библии. Речь идет не о том, что он распространял лучи, а о том, что исцеление исходит из его границ. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея. Это 14 глава 35-36 стихи. «Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались и исцелялись». Разве это не чудесно? Был обычай. При встрече с сыровином надо понимать, что слово «поклонение» произошло от греческого слова, которое означает «коснуться губами». Первое значение в греческом было «императорское кольцо», которое представляло его власть над империей. Сейчас в католической церкви, когда ты встречаешься с папой, принято целовать его кольцо, потому что он представляет церковь. Это выражает уважение. Это не что-то странное или причудливое. Это знак уважения. Итак, в те времена, если Равин был святым человеком, если он был праведником, если он учил закону, если люди знали и уважали его, иногда они могли коснуться края его одежды и поцеловать его. Еще раз повторюсь, что от этого произошло слово «поклонение». И вот что я хочу сказать. Иисус говорит, «Приближаются ко мне люди с ее устами своими и чтут меня языком. Сердце же далеко стоит от меня». Это настоящее откровение. Библия живет прямо здесь, в Иерусалиме. Во времена Иисуса, где-то на этой горе был храм. Он назывался «Второй храм». В этом храме был медный жертвенник, ханукия, золотой жертвенник, хлебопредложение, но мало кто знает, что там не было ковчега Завета Господня. В день очищения священник не пролил кровь на восток, как должен был. Он вылил ее в яму в земле. Ковчега Завета Господня не было, потому что сам Бог был на земле. Не нужна была золотая коробка, когда среди людей ходил Бог. В качестве одеяния Бога выступала завеса. Эта завеса защищала святыню от людей. Там был ковчег Завета Господня. На нем была крышка, которая называлась «Престол Господень». В день очищения священник должен был войти туда и окропить кровью эту крышку между крыльями херувимов, вырезанных на крышке. Я был в музее, называемом Назаретская деревня. Там есть копия креста. На нем есть небольшое сидение. Исследования говорят, что когда людей распинали, они не могли быть в положении стоя, как мы себе представляем. Это практически невозможно. Тогда бы оторвались все конечности. На кресте было сидение, на которое можно было опереться. Оно было совсем небольшим и называлось «Седалище милосердия». Ковчега с Завета Господня в тот день не было, но был Иисус, который представляет собой искупление, который был первосвященником, распят на кресте, и его кровь окропляет седалище милосердия. Это было в тот день, когда он искупил ваши грехи. Коротко остановимся на завесе. Она была размером 30 на 30 и на 30 локтей. И предполагается, что она была настолько тяжелой, что ее могли передвигать только запряженные быки. Но когда случилось землетрясение, посмотрите на Евангелие от Марка, 15 главу. Это 37, 38 и 39 стихи. Сказано, что завеса в храме разодралась надвое. Когда произошло землетрясение, завеса разодралась сверху донизу. Завеса висела на большом бревне. Оно сломалось. Из-за этого завеса и от верха, и до низа разорвалась. Будто этот человек разодрал ее сверху донизу. Но это сделал не человек, а Бог. Вот почему я так говорю. Ветхым завесам, когда Саул преследовал Давида, помните, Давид отрезал край одежды Саула, и написано, больно стало сердцу Давида. Знаете почему? Потому что, когда вы беретесь за чью-то одежду, отрезаете кусок от нее, это означает, вы забираете власть у этого человека. У Бога было святое святых, куда никто из людей не мог зайти. Его защищало одеяние Бога. Завеса. Когда он увидел Иисуса, сидящего на седалище милосердия, и его кровь окропляла крест, Бог разодрал свои одежды, тем самым показав, что у первосвященников больше нет власти. Настоящий первосвященник — это мой сын, распятый на кресте. Через три дня он воскреснет и докажет, что он есть Сын Божий. Аллилуйя. Он жив во веки веков и прославленный Господь. Прославьте его также. Итак, то, что завеса была разодрана, это иллюстрирует победу. Обратите внимание, что одежды Иисуса на кресте не были разодраны. Сказано, «Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий, ветхом завицеем». Если первосвященник поступал неправильно, его одежды раздирали. Первосвященник Каиафа разодрал свои одежды до землетрясения. И знаете, что это означает? В законе написано, это означает, он отказывается от своего священства. Он сделал это в порыве гнева, но таким образом он отказался от первосвященства. Кто же теперь первосвященник? Они не могут разодрать одежды Иисуса, потому что это бы иллюстрировало, что они взяли его власть. Но они этого не знали, они не разодрали его одежды ни по этой причине. Они хотели получить его одежды целыми. Бог разодрал завесу, упразднив первосвященство. Бог никому не позволил разодрать одежды Христа, потому что он теперь первосвященник. Он наш ходатай. Аллилуйя, мой господин! Я хотел рассказать вам все это сегодня. Вы могли бы услышать это дома? Или я мог бы рассказать об этом на проповеди в церкви? Но нет ничего лучше, чем услышать это здесь, где происходили все эти события. «Спасибо, что были сегодня со мной». Много людей посмотрят наши передачи, если вы поможете нам в распространении. Я трачу недели, месяцы, а иногда и годы на свою работу. Иногда мне требуется два года, чтобы написать одну книгу. Я прошу вас приобрести мои труды, потому что вы помогаете не мне. Я не получаю ни пенни. Все идет на наше служение, на то, чтобы мы могли распространять служение по всему миру. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. А теперь кто-нибудь прославьте Господа. Аллилуйя! Последний пророческий сборник Перри Стоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников в книге Перри Стоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Перри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот название некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов, связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифр третьего триместра. Родовые боли. Шифры Америки и их связь с древностью. Шифры Римской империи. Гибель совести и обличение в Америке. Шифры Помпеи и запретное слово «на-и». Шифр казны. Американские границы не выдержали. Шифр будущего и образа зверя. 13 глава Откровений. Снятие шифра с метки зверя. Откровение 13. Интерпретация странных космических знаков. Шифр денег. Подсказка перед распадом империи. Перри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на Земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для Церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска «Подготовка и выживание в трудное время». Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Перри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена», теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанным на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. С вами Перри Стоун. Спасибо за то, что смотрите нас. Многие из вас знают, что я уходил в небольшой отпуск, но я рад записывать концовки наших программ. Вначале я хотел бы поблагодарить всех тех, кто посреди пандемии коронавируса поддерживал служение «Голос евангелизма». Я начал это служение, когда мне было 18 лет. С 18 лет я нахожусь в служении полного времени. Это 45 лет служения. И все это время я садился в машину или в небольшой коммерческий самолет и ездил по всей Америке, проповедуя в церквях. Чаще всего я проповедовал на Востоке или Юго-Востоке. Я проповедовал сотням тысяч людей, может, даже миллионам. Вот сколько людей мы охватили за 45 лет. А еще у нас есть телепрограмма. Я благодарен христианским телеканалам, благодаря которым я проповедовал во многих странах мира, в которых я никогда не мог бы побывать лично. спасибо всем тем, кто продолжает смотреть нашу программу. Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас мы готовим... Мне нравится говорить именно мы, а не я. Я уже готовлю проповеди для нашего тура в Израиле и для программ, которые мы записываем там каждый год. Проповеди, которые Господь дает мне в этом году, сильнее и откровеннее, чем когда-либо. Я очень этому рад. Когда вы можете сесть и освободить свой разум от всех забот, суеты, мнений о людей, а потом соединиться с Господом, это просто удивительно. Вы получаете четкие, ясные откровения в своем духе. Поэтому я благодарен Богу, Господу Иисусу Христу и Духу Святому за то, что они дали мне быть служителем Слова. Я также благодарю всех тех, кто поддерживает наше служение своими молитвами. Если вы партнер нашего служения, то, пожалуйста, обратите внимание на сентябрьский номер нашего журнала, а особенно на статью о ситуации в моей жизни. Я хочу напомнить, что у нас в Фейсбуке есть своя страничка. Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Каждую неделю мы выпускаем очень важное видео, обычно о пророчествах, обычно такое видео одно. Это всегда интересно и познавательно. В прошлом я много ездил и проповедовал в собраниях, где было от ста человек до нескольких тысяч человек. И это было прекрасно. Мне это очень нравилось. Но я понял, что это можно делать иначе. Полтора года назад Господь сказал мне, что пробуждение придет через камеру. И теперь я понимаю, что Он имел в виду. Если вы не можете приехать на нашу конференцию, то конференции обязательно придут к вам. Мы ценим ваши молитвы и финансовую поддержку. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу работу на благо Царства Божьего. Я благословляю вас. Будьте благословенны. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Продолжение следует...